Привет, меня зовут Владимир Еремин, я по-прежнему ведущий из города Екатеринбург. И сегодня у нас на обзоре банкетная площадка в отеле Поле Рояль. Пойдемте смотреть. Изучая фотоплощадки на сайте, все довольно-таки неплохо. Но одно дело это сайт и совсем другое посмотреть вживую, чем мы с вами и займемся. Максимальная вместимость 50 гостей, что подойдет для небольшой свадьбы. На фото были телевизоры. В реальности же есть проектор и экран, которые не совсем вписываются в современные реалии. Достаточно странное решение с оформлением потолков. Есть ощущение, что их сделали в начале 2000-х. Еще более странно выглядит диско-шар, который совершенно неуместен. Стойка для диджея. Ее тоже не было на фотографиях. Она избита жизнью, а руководству площадки, видимо, плевать. Пол выглядит не лучше, чем стойка для диджея. Трещины в плитке и какие-то пятна ржавчины. Вид, мягко говоря, удручающий. Теперь поговорим о ценах. Полирояль, депозит для закрытия ресторана 60 тысяч рублей. Можно со своим алкоголем есть пробковый сбор 300 рублей с человека. Чтобы провести фуршет на веранде, нужно заплатить еще 30 тысяч рублей. Кухня по меню ресторана. Ну а теперь минусы площадки. Делают кальяны прям за барной стойкой. Угли разжигают там же и запах на весь ресторан. Причем кальяны делали не для гостей на мероприятии, а для посетителей отеля. А еще есть замечательная дверь, как из вестерна. Послушайте. Каждое поздравление происходило так. Официантам наплевать на гостей придержать дверь – это выше их сил. Пусть стучит. Со стопроцентной уверенностью заявляю, что если вы рассматриваете данную площадку, то не нужно. Есть более приятные и адекватные пространства в Екатеринбурге. Субтитры создавал DimaTorzok